Ведомости финансируют ведомости. Да, мы издаем качественное независимое СМИ, и это дорогое удовольствие. Но, к счастью, существует прямая связь между качеством СМИ и качеством аудитории. Это простейшая логическая цепочка. Качественное СМИ, которое нужно качественному читателю, который, в свою очередь, нужен качественному рекламодателю. И большое спасибо всем участникам этой логической цепочки. Иногда мне присылают на почту предложение разместить статью, спрашивают, на каких условиях. Я, как правило, отвечаю не очень вежливо, потому что очень злюсь от таких писем. Но я всегда объясняю, что у нас такой практики не существует. И странно, что люди, обратившиеся, про это не знали. Когда рекламодатели хотят, чтобы рекламные контракты сопровождались специальным, приятным для них освещением деятельности их компании, наш отдел продаж тоже всегда отказывается. И, в общем-то, таких запросов становится все меньше и меньше. Мы никогда не учитываем, рекламодатель это или нет, заплатила ли эта компания деньги за размещение рекламы в наших изданиях. Это у нас абсолютно разделенные виды деятельности. Когда какие-то ньюсмейкеры считают, что статья, которая им по какой-то причине не нравится или кажется им неправильной, заказана конкурентами, ну, у моих сотрудников есть остроумный ответ, ну, попробуйте, вы тоже закажите. Пока что ни разу никому это не удавалось. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно углубиться в историю газеты, которая, на самом деле, уже больше 15 лет. Когда решение о запуске «Видомостей» было принято в декабре 1998 года, мы начали делать пробные выпуски газеты. И все опросы, и наше убеждение показывало, что газета, конечно, должна была быть розовый. Как цвета Financial Times, цвета деловой прессы, таких газет на тот момент в России не было. И газета могла бы выглядеть, например, вот так вот. Это один из пробных вариантов газеты, который мы сделали в феврале 1999 года. Но неожиданно для нас возникли споры между акционерами. Financial Times, естественно, ничего не имела против, чтобы газета была розовой, но представители Wall Street Journal сказали, никогда, ни в коем случае наш логотип не появится на розовой бумаге. И тогда было найдено очень элегантное решение. Первая тетрадка, первая половина нашей газеты, общественно-политическая, стала белой. Вторая, деловая, про бизнес, розовой. То есть эти цвета прекрасно соответствовали и содержанию газеты. Но в 2007 году, когда мы сделали редизайн газеты и перевели ее полностью на розовый цвет, газета уже окончательно зарекомендовала себя как качественное, серьезное издание не только в России, но и по всему миру. Так что споров о том, какого цвета она должна быть, и возражений не возникло даже и Wall Street Journal.